Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня гость нашей студии, заместитель председателя Государственного комитета Республики по госзакупкам Петр Гаврильев. Петр Леонидович, я вас приветствую. Петр Леонидович, термины госзакупки и тендеры в настоящее время настолько популярны, что о них не слышали и не знают, только ленивые, наверное. Об этом мы поговорим. Скажите, пожалуйста, какая эффективность сейчас, в настоящее время от этих госзакупок? Марина, конечно, я с вами соглашусь, что на сегодняшний день термины закупок почти звучат у каждого на устах. Но это требование федерального закона, и, соответственно, мы его должны исполнять. Но основной целью данного федерального закона является, конечно же, обеспечение прозрачной согласности государственных и муниципальных закупок. Кроме этого, это, конечно же, противодействие коррупции, обеспечение конкуренции среди участников и, конечно же, это развитие производства. И не зря глава республики в послании Государственного собрания, Илтумен и общественности основной из задач развития местного производства поставил это участие в государственных и муниципальных и корпоративных закупках. Скажите, пожалуйста, а победителей тендера определяете вы? В 2011 году глава республики создал уполномоченный орган в лице нашего комитета, комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок. И с этого дня уполномоченным органом на определение победителя является данный комитет, и, соответственно, все конкурсы, аукционы, которые закупаются, проводятся для государственных нужд, проходят через наш комитет. И, соответственно, мы определяем победителя, а далее уже идет заказчик, подписывает контракт, и идет исполнение государственного и муниципального контракта. Скажите, пожалуйста, а сколько бюджетных средств было сэкономлено в 2017 году за счет проведения торгов? Ну, экономия – это не такой уж конкретный показатель, потому что экономия зависит в первую очередь от правильного определения начальной максимальной цены контракта. Но по итогам 9 месяцев мы получили 1,6 миллиардов экономии бюджетных средств, и, соответственно, из них 800 миллионов уже были возвращены обратно в государственный бюджет для перераспределения по тем или иным другим расходам государственного заказа. Скажите, а какой общий объем был закупок на 2017 год? По итогам 9 месяцев у нас объем государственных закупок составил 25 миллиардов рублей. Это по сравнению с прошлым годом у нас увеличился порядка на 13% по сравнению с прошлым годом. Скажите, ну вот как Вы сказали, да, регулирует государственные закупки федеральный закон 44. Да. Скажите, а есть ли возможность, когда такое бывает, что можно обойтись, допустим, без этого федерального закона? Ну, в федеральном законе, в 44-м федеральном законе конкретно определены случаи, когда можно не использовать федеральный закон. Это, в первую очередь, при приглашении в качестве экспертов адвокатов, адвокатов для общественности, адвокатов для уголовно-исполнительных систем наказания. Это, кроме этого, определены случаи, когда госрезерв закупает драгоценные камни и металлы для резерва. И вот конкретные случаи определены уже конкретно в 44-м федеральном законе. Кроме этого есть у нас еще 223-й федеральный закон. Это закупки товаров, работы, слуг для юридических лиц. Это компания акционерного общества, стопроцентная доля государства и автономные учреждения, которые подпадают под действие 223-го федерального закона. Достаточно невелик список без закона, когда можно обойтись. Во всех остальных случаях действует федеральный закон. Практически каждый рубль государственного бюджета расходуется через нормы федерального закона. Скажите, пожалуйста, существует мнение, что за счет конкурсной основы, произведения торгов, нет возможности произвести какие-то срочные мероприятия. К примеру, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Скажите, пожалуйста, так ли это или вообще как это происходит в таких мероприятиях? Ну, данную норму, конечно, мы в основном, основная вина в своевременности, да, в существовании закупок, это, конечно, своевременное планирование. Наши заказчики до сих пор не научились правильно планировать свои объемы закупок. И, конечно, в итоге винят в 44-й федеральный закон в этом, что да, они своевременно не запланировали. Но мы видим, и наш комитет все время озвучивает о том, что если правильно планировать, то можно успеть, конечно, в течение года все закупки закупить и освоить бюджетные средства. Но, да, есть, конечно, случаи, когда срочная необходимость, это срочное медицинское вмешательство, пожары или ЧИС, или там авария, да. Но в данном случае в федеральном законе 44 ФСЗ определены конкретные нормы, когда при возникновении чрезвычайных ситуаций или срочное медицинское вмешательство можно закупить закупки у единственного источника. Но там конкретно нужно их необходимо конкретно обосновывать, что да, это неполадное время. Да, это же тоже время необходимо. Ну, это, ну, там один день, в течение одного дня можно, по идее, заключить контракт и уже закупить. Скажите, а все ли министерства, ведомства успели подать свои заявки по итогам года? Ну, по итогам года, 25 октября мы завершили процедуру приема заявок для НУЖ 2017 года. И, кроме этого, в течение пяти рабочих дней со дня принятия закона о государственном бюджете, то есть о внесении изменения закона о бюджете, это при выделении дополнительных средств, мы заявки у себя приняли, полностью их обработали. На сегодняшний день все закупки для НУЖ 2017 года, они завершены. Сейчас уже в ноябре месяце, мы уже в ноябре месяце завершаем закупки для 2018 года. То есть сейчас на сегодняшний день идет работа поза для НУЖ 2018 года. Это нам позволило переход на трехлетний государственный бюджет. Сейчас у нас уже непрорывный процесс идет, уже сроками мы не ограничены. В течение года, получается, идет процедура закупок. Скажите, пожалуйста, насколько сложно проходят торги по муниципальным заказам? Какие там существуют проблемы? Конечно, это не только муниципальных закупок и государственных закупок. Это, в первую очередь, нехватка квалифицированных специалистов. И поэтому глава республики в прошлом году поставил задачу, чтобы по межбюджетным трансферам, это, получается, добрые дела, переселение из ветхого аварийного жилья, дети-сироты, трансферты из федерального бюджета по дорогам. На сегодняшний день все эти закупки размещаются тоже через наш комитет. То есть на сегодняшний день, кроме государственных закупок, через наш комитет проходят и муниципальные торги по межбюджетным трансферам, которые они получают с государственным бюджетом. А по своим закупкам, ну, конечно, у них, у муниципальных заказчиков, объем небольшой. И поэтому они в течение года, но со своими объемами справляются. И, ну, размещение идет. Часто можно слышать, что во время торгов недобросовестные участники, так скажем, демпингуют, сбивают цены. Скажите, как происходит борьба, что ли, с такими недобросовестными? Ну, есть такие случаи, конечно, мы от них не можем избегать. А, соответственно, конкретно в 44-м федеральный закон, если брать, то там определены конкретные нормы антидемпинговые. То есть, если участник снижает цену контракта более 25% от начальной цены контракта, то он должен обеспечение исполнения контракта дать полуторазмерно, то, что установлено аукционной документацией. То есть, в полтора раза больше он должен дать обеспечение исполнения контракта, что, конечно же, этому участнику невыгодно. И, соответственно, у нас, ну, в последнее время у нас так таковых снижений начальной максимальной цены контракта, демпинговые меры особо в последнее время не применяются. Потому что участники уже знают, что при снижении более 20% они вынуждены будут исполнять обязательства уже в полтора раза больше, чем предусмотрено. А бывает и другая ситуация, когда, значит, заказчик подстраивает под другого, да, допустим, заказчика. То есть, все ли факты выявляются фасом, и сколько по итогам года выписано штрафов в этой области? Ну, конечно, заказчики иногда бывают такие случаи, что им нужен какой-то конкретный товар. Это они в основном делаются не под конкретного участника, а они делают под конкретный товар. Потому что они с этим товаром привыкли работать, они знают эти характеристики товара, как его ремонтировать. Соответственно, да, стараются производить в случае закупа конкретного товара. Но мы, уполномоченные, как раз для этого созданы, чтобы это все соблюдать, принципы открытости и гласности. И уже при размещении заказов мы от них требуем сравнительные таблицы, чтобы конкретно под эти характеристики примерно подпадали не менее двух товаров. Озновидности товара. Но, и, соответственно, наши заказчики эти условия выполняют, и заказы размещают. Но что касается жалоб со стороны участников, да, жалобы имеются в этом году. Более 380 жалоб к нам поступило. Но из них, из-за этих 380, 29 жалоб всего лишь признаны обоснованными. И если взять вот эти количество жалоб к сравнению общему количеству заявок, то, что мы разместили, это составляет всего лишь 0,2%. Жалобы признаны обоснованными. Но в основном эти жалобы признаны обоснованными по техническим причинам. То есть комиссия или там секретарь комиссии не так оффубликовала, или сроки были нарушены. Но это в основном все жалобы, которые признаны по техническим причинам. А означает ли это, что у нас в республике, допустим, такие маленькие показатели, да, по жалобам, тем более обоснованные, означает ли это, что у нас действительно эта система госзакупок прозрачная? И как мы смотримся на общем фоне, допустим, общаетесь с коллегами из других регионов, может быть, какой-то обмен опытом? Ну, уже третий год республика в рейтинге эффективности закупок занимает одно из первых мест. И, соответственно, мы в этом году и в этом году уже итоги должны подведиться на следующей неделе. В прошлом году и позапрошлом году мы получили гарантированную прозрачность закупок среди всех субъектов Российской Федерации. Это рейтинг проводится национальным рейтингом прозрачности закупок при поддержке Федеральной монопольной службы, Министерства финансов, Счетной палаты и Министерства экономики Российской Федерации. А какие нововведения для заказчиков возможны в 2018 году? Ну, в 2018 году 44-й федеральный закон у нас, к сожалению, постоянно претерпевает изменения. Уже более 30 изменений за эти три года. То, что мы используем, применяем этот федеральный закон. И в следующем году, конечно же, с этого года у нас поменялся в России регулятор. Если раньше занимался регулятором Министерства экономического развития Российской Федерации, то с этого года эти полномочия были переданы Министерству финансов. Поэтому, конечно, мы же опять же ожидаем уже регулятор другому, они уже по-другому видят. И, конечно, и в планировании у нас будут изменения, и уже по другим мерам, тоже то, что касается 44-й федерального закона, планируется очень много изменений. Благодарю вас за беседу. О нашем телезрителе мне напоминаю. У нас в гостях был заместитель председателя Государственного комитета Республики по государственным закупкам Петр Гаврилеев. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин